Здравствуйте! В Красноярске 20.30 на телеканале Енисея Новости, в студии Сергей Инжутов и в начале коротко о главных темах дня. Серьезный пожар в Красноярске. На Большой площади загорелись склады с лакокрасочными материалами. В чем сложность его ликвидации и что советуют спасатели жителям правобережья? Пожар принял масштабы. Площадь 1250 квадратных метров составила. Повысили ран пожара до номера 2. На данный момент на пожаре работает 14 дней с техники. Тлеющие опилки на ЦБК названы одной из причин загрязнения воздуха в Красноярске. Будут ли вводить режим ЧС в краевом центре и что может изменить ситуацию? Мы видим, что количество объема здесь около 100 тысяч кубических метров. Соответственно, здесь принимать меры уже нужно, чтобы специалисты приняли то решение, которое нам позволило локализовать эту ситуацию. Более двух тысяч предпринимателей в крае получат налоговые каникулы на два ближайших года. Кто сможет воспользоваться льготами и что это даст потребителям товаров и услуг? Вместе с декларацией нужно подтвердить, что не менее 70% от общего дохода было получено в рамках осуществления того вида деятельности, для которого законом Красноярского края установлена ставка 0%. Здание Краевой научной библиотеки отремонтируют. Как будет выглядеть обновленный фасад этого памятника культурного наследия? Такие ремонтные работы фасада, они могут проводиться максимум до минус 5 градусов. То есть я думаю, наверное, это где-то начало апреля. На правобережье Красноярска, на проспекте Красноярский рабочий 30А сегодня загорелись склады. Сообщение о пожаре поступило в МЧС по краю около 16 часов. О ситуации в прямом эфире сейчас готова рассказать моя коллега Алина Штоколова. Алина, сколько пожарных работают на месте и удалось ли локализовать уже огонь? Здравствуйте, Сергей. Пожар удалось потушить всего несколько минут назад, в 20.15. Сейчас пожарные проливают здание, чтобы не произошло повторного возгорания. Я напомню, что сигнал на путь дежурного поступил в 16 часов 18 минут, но приступить к тушению специалисты смогли только через некоторое время, потому что существовала опасность взрыва. Здесь находилась три емкости с растворителем. Поэтому локализовать возгорание удалось в 18.25. 18.52, прошу прощения, это значило, что огонь уже не сможет перекинуться на соседние здания. Вообще в ликвидации этого пожара участвовало 17 единиц техники и 61 человек. Ему была присвоена вторая степень опасности. Горело 1250 квадратных метров склада с лакокрасочной продукцией. Сейчас уже, как я сказала, пожар потушен, никакой угрозы для жителей микрорайона нет. Видимость на Красрабе хорошая, то есть водители могут без проблем проезжать этот участок дороги. Единственный момент, на который попросили обратить внимание спасатели, это если жители близлежащих домов чувствуют запах дыма или гари, их попросили какое-то время не открывать окна, ну пока они не почувствуют, что угроза, собственно, миновала. У меня на этом все, вся информация к этому часу. Сергей. Спасибо, это была моя коллега Алина Штоколова. Если будут появляться новые подробности, мы, конечно же, расскажем о них уже в следующих выпусках. Сегодня специалисты Росприроднадзора по краю и руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титинков побывали на обанкротившемся Енисейском целелозно-бумажном комбинате, где на протяжении нескольких месяцев горят опилки, загрязняя воздух. Почему нельзя быстро потушить возгорание и какие меры намерены предпринять власти, чтобы все-таки ликвидировать экологическую опасность, расскажет Андрей Стародым. Одна из причин отравления воздуха в Красноярске – вот эта куча промышленных отходов целелозно-бумажного комбината. А попросту говоря, опилки. Они горят уже с сентября прошлого года. С этого времени в службу 005 стали поступать звонки от жителей Ленинского района с жалобами на запах горения. Тогда была создана рабочая группа с представителями администрации Красноярска и управления Росприроднадзора по краю. Однако, собственник ЦБК никак не реагирует на многочисленные обращения. Сейчас в судах находится несколько административных дел в отношении обанкротившегося Енисейского ЦБК. Но пока это не привело к началам работ по тушению опилок. Они на этом месте не только слегка тлеют, как сейчас, но и периодически горят открытым пламенем. Сюда постоянно выезжают пожарные расчеты, чтобы не допустить распространения огня. Пожарная машина приезжает, у нас МЧС по краю также входит в состав группы и производит это тушение. Но мы видим, что количество объема здесь около 100 тысяч кубических метров. Соответственно, здесь принимать меры уже нужно, чтобы специалисты приняли то решение, которое нам позволило локализовать эту ситуацию. То есть так просто его не потушишь? К сожалению, просто нет. Сейчас различные ведомства, в частности Сибирский технологический университет, разрабатывают технические решения, как потушить огонь. Его не зальешь водой и не разровняешь эту кучу опилок тракторами. Подобная ситуация была в Канске. Там проблему решили строительством саркофага, который перекрыл доступ воздуха. И тлеющая масса, лигнина потухла сама собой. Какие примут меры в Красноярске, пока неизвестно. Сложность еще и в том, что собственник комбината не собирается ничего предпринимать. Учитывая, что природопользователь находится в том состоянии, в котором он есть, у него отсутствуют определенные финансовые средства, и попросту он игнорирует выполнение тех обязанностей, которые на него возложены, естественно, это будут делать органы местного самоуправления. В последующем, я так думаю, будем принимать решения и меры о том, чтобы компенсировать те затраты, которые понесло государство на устранение тех нарушений, которые допустил природопользователь. Впрочем, чтобы муниципалитет выделил деньги на ликвидацию возгорания, необходимо особое решение – введение локальной чрезвычайной ситуации на территории ЦБК. Решение об этом городские власти обещают принять в конце недели после разностороннего изучения вопроса. Тогда же станет понятно, когда начнутся работы по тушению тлеющих опилок. Андрей Старадым, Андрей Панкратц, новости. Поменять машины на автобусы. Жители Красноярска требуют у мэрии снизить цену проезда в маршрутках до 15-16 рублей в дни неблагоприятных метеоусловий, чтобы люди не пользовались личными авто. Соответствующая петиция городским властям появилась на сайте change.org. Предлагается или снизить проезд для всех пассажиров, или только для водителей. Заходя в автобусы, они должны показывать права или техпаспорт на машину и получать скидку. Компенсировать убытки перевозчиков по замыслу авторов петиции должен или бюджет города, или компаний, которые будут уличены в выбросах. В качестве примера приводятся действия властей Риги и Ярославля. Там в дни снегопадов водителей побудили пересесть на общественный транспорт снижением цены билета. Насколько эффективной окажется эта мера, еще только предстоит подсчитать. Однако далеко не все красноярцы верят в успех такого мероприятия. Я думаю, что не то чтобы это не поможет, это нереально. К хорошему быстро привыкаешь, не так ли? Поэтому автомобилисты вряд ли, даже 20% тех, кто каждый день ездит на машинах, вряд ли присядут на автобус. Как бы там ни было, и как бы тяжело им ни было дышать. Я думаю, почему бы нет. Всегда что-то новое, я думаю, надо всегда как-то пробовать. Может, это как-то и поможет кардинально. Уличная дорожная сеть у нас в Красноярске загружена, тем более час пик, то есть пробки, машины стоят, пылят. Тем более морозы у нас стоят, то есть полгода практически безветренная. То есть вот это все как бы задерживается. Даже если бесплатный проезд будет, все равно никто не поедет. Ну, представляете, у вас во дворе стоит машина, да? А вы встанете, пойдете куда-то на остановку в минус 30 и будете ждать автобус на 16 рублей дешевле. Ну, смешно же. Ради спасения экологии я, конечно, бы пересела в автобус, но автобусы сейчас стали реже ходить, потому что, видимо, многие не выходят на маршрут из-за морозов. Вот. И поэтому я не считаю, что это такая кардинальная мера. Может быть, лучше все-таки улучшить качество бензина. Количество машин навряд ли у нас уменьшится. Глава Красноярска Адхам Акбулатов считает, что заставить горожан сменить личные авто на общественный транспорт нельзя. Зато можно сделать городские автобусы более комфортными и современными, чтобы люди сами хотели в них ездить. Мы живем в демократическом обществе. И пересадить кого-то можно, значит, это нехорошее слово, оно наводит на некоторые аналогии исторические. Поэтому я думаю, что можно стимулировать развитие общественного транспорта. Можно стимулировать применение различных экологических, проведение различных экологических мероприятий. Если говорить о стимулировании общественного транспорта, необходимо создать условия для того, чтобы он был привлекателен для горожан. Ну вот синоптики пока дают неоптимистичный прогноз. В ближайшие дни в Красноярске будет слабоветренно и морозно. Некоторые метеосайты даже обещают до минус 38. Но в гидрометцентре говорят, что будет все же потеплее. Завтрашний день станет самым теплым. На неделе после полудня около минус 15. А в ночные часы температура будет понижаться от минус 25 до 28 градусов. Холоднее всего будет в ночь на 17 января. Минус 31 и ветер до 5 метров в секунду. И, как говорят синоптики, это неблагоприятно скажется на рассеивании загрязняющих веществ в воздухе. Такая морозная погода обусловлена сохранением антифонального поля. Также определяет слабоветренную погоду. Это, конечно же, ниже средненаголетних значений. На этот период норма порядка минус 17 градусов. То есть это дневные часы около 8 градусов ниже климатической нормы. А в ночные часы до 14 градусов ниже климатической нормы. В тайге Енисейского района леса уничтожает сибирский шелкопряд. Почему опасный вредитель обнаружен посреди зимы и как бороться с насекомым, расскажем далее. В тайге Енисейского района угрожает сибирский шелкопряд. Это насекомые, которые съедают хвою, после чего голые деревья обречены на гибель. Вредителей обнаружили в разных частях района. Сейчас вырабатывается план борьбы с шелкопрядом. Специалисты советуют быть всем на чеку, особенно в лесных районах края. Подробности у Александра Сафонова. Очевидно, что популяция шелкопряда в Енисейском районе увеличивалась в течение нескольких лет. Но то ли не замечали, то ли не придавали особого значения. Тревогу забили лишь этой зимой, после того, как на одного из охотников с дерева свалилось несколько десятков гусениц. Вернувшись с охоты, он рассказал, что в тайге происходит что-то неладное. На сигнал отреагировали специалисты регионального центра защиты леса. В ходе экспедиции в тайгу они установили – это сибирский шелкопряд. Гусениц, которые сейчас, кстати, в зимней спячке, привезли в Красноярск. Уже в лаборатории они проснулись и теперь их изучают, чтобы спрогнозировать ситуацию. Мы здесь определяем зараженность паразитами, потому что это один из показателей, которые позволяют судить о том, в какой стадии находится популяция. Сейчас они начинают окукливаться уже и мы сможем определить соотношение полов, то есть сколько самцов, сколько самов. Если быть более точным, шелкопряд – это бабочки, которые в конечном итоге появляются из этих гусениц. Чтобы дорасти до бабочек, гусеницы съедают хвою, причем разных пород, будь то кедр, лиственница, ель, пихта или сосна. Опасных насекомых обнаружили в разных частях района. От Енисейска, ближайший очаг, находится в 50 километрах, но больше всего погибающих деревьев в Назимовском лесничестве. После объедания сибирским шелкопрядом хвои тайга осталась мертвая. Нет следов ни птицы, ни каких-то грызунов, ни белок, ни соболей. Потому что мы проехали по этим очагам, на самом деле тайга стала мертвой. Потому что нет хвои, нечем питаться мелким грызунам, значит, нечем питаться и более хищным грызунам. И это целая цепочка. По подсчетам специалистов, общая площадь пораженной тайги превышает 40 тысяч гектаров. Это больше, чем площадь Красноярска. В Енисейском лесничестве отмечают, что очаги шелкопряда вспыхивали и раньше, но в таких масштабах впервые. Сейчас на Чеку должны быть все лесные районы края. Я хотел бы обратиться ко всем главам администрации, хотя мы письма уже разослали, к населению Красноярского края. Если увидят подобное явление в лесах, чтобы срочно сообщали нам, чтобы специалисты могли выехать на место и дать рекомендации. Сейчас вырабатывается план борьбы с шелкопрядом в Енисейском районе. В Краевом центре защиты леса наиболее подходящим вариантом уничтожения вредителей считают опрыскивание тайги биологическими препаратами с помощью авиации. Атака на шелкопряд, вероятнее всего, будет проводиться ближайшей осенью. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин, Андрей Крупнов. Новости. Красавия увеличивает интенсивность полетов в Туру, Байкит и Ванавару. На какие дни запланированы рейсы на север края и кто поспособствовал нововведению, расскажем после рекламы. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Санаторий-профилактория «Березка» – это санаторно-курортное лечение и отдых для любого возраста. С 1 по 29 февраля на все путевки 10-процентная скидка. Телефоны в Зеленогорске 938-00-938-80. В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит, второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический. Явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Вернемся к новостям. Арбитражный суд признал банкротом управляющую компанию «Комфорт бытсервис», которая входит в группу «Жилфонд» и управляет домами в Ленинском районе Красноярска. В ближайшее время будет назначен конкурсный управляющий сроком на 6 месяцев. Еще две управляющие компании «Жилфонда» – «Железнодорожного» и «Кировского районов», также вскоре могут быть признаны банкротами. Судебное заседание по этому поводу по компании «Жилкомресурс» назначено на 20 января, а компании «Жилбытсервис» на 25. Дела по банкротству инициированы Красноярской теплотранспортной компанией за совокупный долг в полтора миллиарда рублей. Как сегодня рассказал руководитель «Жилфонда» Наталья Жавнова, банкротство управляющей компании не должно отразиться на обеспечении жизнедеятельности в домах. Заключены все договорные отношения по техническому содержанию домов. Соответственно, все это будет исполняться, и конкурсный управляющий, который будет назначен судом, он еще не выбран, будет, естественно, действовать согласно заключенных договоров. Поэтому лично для людей не прекратится ни уборка, ни содержание жилого фонда ни при каких условиях. Новогодний подарок в виде квартир получили более 70 лесосибирских семей. 31 декабря им вручили ключи. А в рамках программы по переселению из ветхого аварийного жилья к концу 2015-го достроили три дома на улицах Хурицкого, Яблочково и Тухачевского. Подробности прямо сейчас. Я с района Юбилейный, я ждала 35 лет почти. С первой бараки я приехала, потом прожила там 10 лет, и вот на этом доме сейчас 27 лет живу. Наряду с пенсионеркой Еленой Петровной возможность переехать из старого жилья в новое получили более 70 лесосибирских семей. В основном это жители ветхих домов, микрорайонов Черемушки и Северной. Именно для них в этом году построили три трехэтажных дома. Два в южной части города и один в седьмом микрорайоне. Жильцы отправляются за долгожданными ключами. В соответствии с положенной квадратурой люди получили одно, двух- или трехкомнатное жилье с чистовой отделкой. Хорошая кухня. Что мы поставили? Мы поставим сюда гарнитур, стол, будем здесь кушать. В молодой семье Стариковых двое детей. В скором времени они все вместе переедут в новую трехкомнатную квартиру из старенькой двушки с прогнившими полами. В новом жилье их устраивает абсолютно все. Смотрите на балкон, или лоджи, я не знаю как это называется. Будем по утрам выходить и на Енисей смотреть. Вообще здорово. Мне очень нравится. Я вообще довольна. Всего в трех домах сданы 72 квартиры, куда в настоящее время спешат переехать жители из своего ветхого и аварийного жилья. Программа по переселению продолжится и в наступившем году. Планируем, конечно, и дальше строительство. Если вы видели, то у нас уже по юбилейной уже поднимаются пятиэтажные дома. Ну, конечно, ситуация с жилым фондом в городе сегодня сложная. И людей надо переселять. И у нас уже и дальнейшие есть планы. Все же планируем. Но ждем, конечно, какого-то все же федерального краевого финансирования. Надеемся, что дальше эта программа у нас будет существовать, дальше работать. Надежда Севрюгина, Евгений Замасчиков. Одно из самых красивых зданий в центре Красноярска готовится к реставрации. О ремонте в краевой библиотеке мечтают давно. Фасад находится в аварийном состоянии. Уже несколько лет по периметру натянуты сигнальные ленты. Екатерина Погорелова разбиралась, когда объект культурного наследия региона приведут в порядок. Краевая библиотека в этом здании находится с 23 июня 1964 года. С момента постройки здания фасад ни разу не ремонтировали. Со временем лепнина начала осыпаться. Сейчас подходить близко к зданию достаточно опасно. Вокруг здания уже два года висит сигнальная лента. Лепнина не выдержала проверку временем и постепенно начала осыпаться. Приступили к строительству этого здания в конце 50-х годов. Именно оно дополнило единую архитектурную композицию площади революции. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения. Однако фасад здания признали аварийным. Сейчас проект реставрации лицевой стороны краевой библиотеки прошел госэкспертизу. Будут искать подрядчика. Ремонт планируют начать, как только позволит погода. Мы начнем проведение самих работ с наступлением уже плюсовых температурных режимов. Потому что вот такие ремонтные работы фасада, они могут проводиться максимум до минус 5 градусов. То есть я думаю, наверное, это где-то начало апреля, когда начнем потихонечку делать отбивку штукатурки здания. А потом уже восстанавливать. За все время работы краевой библиотеки ремонтировали только несущие конструкции, читальные залы и крыльцо. Но вот на фасад здания деньги удалось найти только сейчас. 60 миллионов рублей выделили из краевого бюджета. Нужно понимать, что краевая научная библиотека – это главная библиотека Красноярского края. Это наше главное фантохранилище. Это главное вместилище книг в Красноярском крае. Причем, которое ведет огромную методическую работу в целом и для всего Красноярского края, для всей нашей библиотечной краевой системы. И мы тогда начали диалог с правительством. Надо сказать, что он не очень быстро шел. Но нам удалось при формировании бюджета на 2015 год предусмотреть средства. Одно известно точно – здание не изменит свой облик. Специалисты вернут ему первозданную красоту. Лепнину 50-х годов должны восстановить полностью. Также здание краевой библиотеки в скором времени покажет себя в новом свете. На фасаде появится подсветка. Я надеюсь, что жители города, гости края смогут увидеть обновленный фасад краевой библиотеки уже в начале октября 2016 года. Требуются необходимые условия юридические. Конкурс будет объявлен. И все, кто хотят принять участие в конкурсе, могут принимать в нем участие. Для посетителей библиотеки ничего не изменится. График работы останется прежним даже во время реставрации. Екатерина Погорелова, Александр Ольхов. Новости. И сейчас у нас срочное сообщение от сотрудников ГИБДД Красноярска. Как сообщают дежурные, город встал в пробки. Особенно тяжелая ситуация наблюдается на проспекте Красноярский рабочий и коммунальном мосту в обоих направлениях. Здесь многокилометровые пробки, вызванные множеством мелких аварий. Также причиной заторов стал пожар на правобережье. По возможности, корректируйте свой маршрут движения. Ну а сейчас к другим темам. Более двух тысяч краевых предпринимателей в этом году получат налоговые каникулы. Такой предварительный прогноз дают в Министерстве экономического развития региона. С нового года вступили в силу изменения в закон об установлении ставок для налогоплательщиков. Кто из бизнесменов сможет два года не платить налоги, узнал Александр Ловицкий. Согласно федеральному и краевому законам, налоговые каникулы распространяются только на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По сути, программа начала работать еще в июле 2015-го. Но с наступлением нового года в силу вступили изменения, которые значительно расширили перечень видов деятельности, которые можно оформить под нулевую налоговую ставку. Всего их более 44. Основные направления – это научная деятельность, сельское хозяйство и сфера услуг. Среди них такие виды бизнеса, как разведение рыбы, строительство, образование и социальные услуги и многое другое. Полный перечень можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы. Оформить свой бизнес под нулевую ставку могут предприниматели, работающие по патенту и упрощенке. Для первого случая нужно просто указать нулевую ставку в заявлении на получение патента. С упрощенной схемой оформиться тоже нетрудно. Ставка 0% указывается при заполнении налоговой декларации, поскольку это льгота, преференция по отношению к другим налогоплательщикам, то вместе с декларацией нужно подтвердить, представить документы, подтверждающие, что не менее 70% от общего дохода было получено в рамках осуществления того вида деятельности, для которого законом Красноярского края установлена ставка 0%. По данным специалистов, на налоговые каникулы по патенту уже ушли 52 краевых предпринимателя. Многие оценивают нововведение как реальную помощь. Говорят, такая отсрочка помогает бизнесу встать на ноги. Однако некоторые говорят, что им бы не помешали и другие меры поддержки. Налоговые каникулы нужны, я бы вот сделала их тем, кто вовремя все платит, вовремя отчитывается, и по прошествии какого-то лета мы бы сдали налоговые каникулы. Вот это было бы так здорово. Полгода бы дали бы, вот спустя пять лет, как ты вот хорошо все платишь, все сдаешь вовремя, и полгода налоговых каникул. Вот это вот я бы вообще, я бы расцеловала бы тот, кто бы это сделал. По прогнозам Министерства экономического развития, за 2016 год в крае налоговыми льготами смогут воспользоваться более двух тысяч предпринимателей. Таким образом, программа даст сильный толчок в развитии малого бизнеса в регионе. Тем самым улучшается инвестиционный климат, и люди начинают более активно работать, инвестировать средства в те виды деятельности, особенно в небольшие предприятия, направления деятельности, которые в первую очередь дают возможность создания рабочих мест и обеспечить свою семью теми доходами, которые, в общем-то, мы все заслуживаем. Программа будет работать до 2021 года. Насколько она эффективна, специалисты Министерства эконом-развития будут отчитываться ежеквартально. Однако по предварительной информации, благодаря налоговым каникулам оформить свой бизнес уже решили сотни индивидуальных предпринимателей. Александр Ловицкий, Максим Галат и Дмитрий Демченко. Новости. Больше рейсов на север. Красавия увеличивает интенсивность полетов в Туру, Байкит и Ванавару. Так самолеты в столицу Венки будут вылетать из Красноярска по понедельникам, средам и пятницам, а в Байкит и Ванавару два раза в неделю. Кроме того, серьезные изменения коснутся внутреннего авиасообщения в самих северных территориях. В этом году из Хатанги начнут выполнять рейсы в Норильск, Игарку и Диксон. Это позволит пассажирам экономить деньги и время, перелет будет в два раза короче. Все это сделано по поручению губернатора. Уже разработана маршрутная схема, в которой учтены все стыковочные рейсы. Так что людям не придется часами сидеть в аэропортах, рассказали нам в авиакомпании. Ежегодно самолетами Красавия летают около 200 тысяч человек, и больше половины из них это жители северных территорий. Топливо мы обеспечены в полном объеме на северах. Топлива хватит, программу не сорвем. И с 1 февраля мы уже приступаем. Кроме этого, мы запускаем еще, также по команде губернатора, среднемагистральный самолет Як-42, вместимостью 120 пассажирских кресел, по маршруту Красноярской Гарки. Для того, чтобы подтянуть технологически население из Хаттанги и Диксона через Норильск на Игарку, и затем с Игарки вывезти Як-42 до Красноярска. Экзотические для нашего региона деревья готовят к летнему сезону. Сколько пальм и туй появятся на улицах краевого центра, когда установится тепло. Увлекательное путешествие на снегоходах по предгорию Восточного Саяна. Чистый сибирский воздух, белоснежный снег, ночлег на таежной заимке, а также буря эмоций и несгладимое впечатление. Двухдневный тур на снегоходе от 12 тысяч рублей на двоих. Подробности по телефону 282-17-14. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем выпуск. Новый храм святых 12 апостолов в микрорайоне Солнечный сегодня обзавелся колоколами. На Звонницу возвели пять колоколов, которые раньше находились в Мужском Успенском монастыре. Они отлиты в Воронеже, самые тяжелые, весят 150 килограммов. Отмечу, новый храм возводили больше 10 лет. Строительство началось еще в 2003 году, но через год финансирование прекратилось. Работу возобновили только в 2014, когда долгострой посетил губернатор края Виктор Толоконский. Тогда решили вопрос по плате и доставке куполов для храма и начали отделочные работы. Сейчас еще предстоит благоустроить прихрамовую территорию. Несмотря на то, что храм находится на территории закрытого пансионата, вход для прихожан будет свободным. Колокола эти были в Мужском Монастыре Успенском. Теперь их место будет здесь, на храме 12 апостолов. Даст Бог, будут они освящать Божьей благодатью местные просторы. Колокол церковный отливается, это такой сплав меди и олова. Называется сплав «Колокольная бронза». Это примерно 80% меди, 20% олова. На юге Красноярского края в моду входит старинное ремесло – плетение из лозы. Жительница поселка Журавлева, возрождая утерянную традицию, увлеклась так, что стала самым признанным авторитетом в этом ремесле в районе. Материал для своих работ мастерица выращивает в собственном огороде. Хватает двух соток земли, чтобы сплести около тысячи изделий. О забытом древнем ремесле Ольга Максюшина. Сама из Прибалтики и вот такие вот корзинки плетут в Риге. Здесь, в России, таких нигде не встретишь. На полках в гостиной у Светланы Агешиной нет свободного места. Если появляется пустота, мастерица старается заполнить ее новым изделием. Стеллажи пополняются ежедневно. Продавать приходится мало. В основном раздаривает близким и знакомым. В деревне плетеные корзинки, шляпки, шкатулки, абажуры в домашнем обиходе пригодятся всегда. Как-то посчитала, сколько я пользуюсь, сколько изделий у меня в обиходе. Сколькими я пользуюсь? 150. В одной, в трех дрова нашу, одна в бане, две дома. Материал для своих работ используют разные. Береста, соломка, рогоза, ива. Голландскую лозу выращивает сама на огороде. Хлопот с ней признается рукодельница, как с картошкой. Выкопай канавку, прополи три раза, потом собери. В этом году заготавливать сырье помогали ученицы. В деревне обучаться мастерству плетения желают многие. Начали плести с донышка. Штук 20 надо было сплести, чтобы получилось более-менее приличное донышко. Потом у этого донышка учились сделать обвязку. Уже сделав обвязку, получилась вот такая подставка. Картинку с луком, ягодой – это еще не все. Теперь ученица собирается сплести еще несколько предметов для домашнего обихода. Процесс затянул. Еще многому хочется научиться. Сама же мастерица Светлана Агешина планирует сплести новые модели шляпок для сельских модниц к новому сезону. Ольга Максюшина, Станислав Берки. Новости. Пальма и туи готовят к новому летнему сезону. Сейчас растения находятся в теплицах, где за ними ухаживают специалисты. После лета деревья помыли, обработали от вредителей и прикормили. Причем содержат их при температуре плюс 10. Также сейчас у пальм период цветения. Они открываются множеством блестящих желто-белых кистеобразных цветков. На улицах Красноярска растения появятся традиционно весной. Также в теплицах уже начали высаживать тюльпаны и приступили к посадке семян однолетников. Для тех, кто интересуется, в городских теплицах даже готовы провести экскурсию. Пока у нас одинаковое количество. 154 пальмы, 91 туя. В будние дни с 10 до 4 сюда приходят люди, берут билетик у нас чисто символический. Деньги проходят и у нас тут экскурсии проводят. Можно посмотреть. Телефон для ваших сообщений 236-01-36. Наш сайт в интернете enisei.tv. Следующий выпуск уже в 23.30. А сейчас расскажем о погоде в городах края на завтра.